Вячеслав Гайзер стал первым кандидатом на пост главы республики. На специальной комиссии Центр сберкома в руки ее председателя Елены Шабаршиной он передал пакет подготовленных документов. Вслед за Гайзером о своих притязаниях на место первого лица республики заявили Евгений Вологин, Андрей Андреев и Михаил Брагин. Заявки кандидатов изучал Максим Васильев. Вячеслав Гайзер кандидат номер один. С его программы развития региона сегодня знаком даже ленивый. Ничего подобного нет ни у кого из оппонентов. Впрочем, для действующего губернатора главным показателем, вернее совокупностью показателей при принятии окончательного решения стала поддержка Кремля, партии и народа. Тезис «Не быть безучастным» похоже будет одним из слоганов предвыборной кампании Гайзера. Я очень благодарен тем кандидатам сегодня доверенных лиц, которые согласились вот этот статус принять. Почему? Потому что именно эти люди наиболее активно включились в работу по обсуждению, по выработке каких-то дополнительных решений к этой предложенной программе. И благодаря этому, собственно, и сформирована сегодня костяк этой программы, с которой, собственно, я и пойду на выбор. Кандидаты на доверенных лиц Вячеслава Гайзера уже известны. Это сотня самых активных общественников республики, чьи поправки в программе развития региона отражены фактически. И уже сейчас инициативная группа полна решимости и оптимизма. Его хорошо знает республика. Это человек абсолютно авторитетный, человек, который имеет собственное мнение по развитию республики. И что в какой-то степени даже, мне кажется, очень приятно удивило всю республику, что вот это создание программы, о которой Вячеслав Михайлович только что говорил, она на самом деле была, ну, я не очень люблю это слово всенародное, но она на самом деле была очень широко обсуждена вот во самых различных сферах жизни нашей республики. Со стороны Вячеслава Михайловича всегда была какая-то помощь, поддержка и попытка вот разобраться в ситуации. Поэтому я как бы отказать не мог, поскольку соответствующая реакция со стороны главы, поддержка общественности, я тоже буду помогать Вячеславу Михайловичу. Коммунисты со своим кандидатом определялись мучительно и долго. То ли заранее смирились с ролью второго скрипки, то ли прийти к единодушию мешали внутренний распор, но внутрипартийная победа Андрея Андреева не выглядит безоговорочной. Да и сам претендент главной своей задачей ставит прорыв через муниципальный сенс и, что называется, оттянуть голоса. Впереди большая работа по преодолению этого муниципального фильтра, регистрация и, собственно говоря, сама работа, работа встречи с людьми, работа по агитации и работа по уже дню голосования, по проведению выборов. Посмотрим на результаты. Вы спрашиваете, какие результаты я рассчитываю? Я рассчитываю, что 14 сентября произойдет первый тур по выборам главы республики Коми. Кандидат номер три, политолог Евгений Вологин, особых иллюзий не питает и свое участие в битве за пост главы республики называет неким трамплином. Опыт борьбы, говорит он, обязательно пригодится в следующих избирательных циклах. Приобретение политического опыта для нашей партии начинается с этих выборов большой избирательный цикл, который продолжится в следующем году и в последующие годы, вплоть до думских выборов. А вот лидер региональных либерал-демократов Михаил Брагин настроен вполне серьезно. Дескать, недавний партийный бренепоезд в каждом городе встречало вполне внушительное количество соколов-жириновского. Значит, поддержка населения будет. Люди чувствуют, что необходимо что-то менять. Мы избираем одних и те же на протяжении, значит, уже много лет. Надо дать возможность попробовать другим людям. Если не получится у меня, так поменяйте через пять лет и дальше смотрите программу, которая вам больше нравится. Не получится у другого, поменяйте. Надо менять. У всех кандидатов без исключения еще есть шанс исправить ошибки и довнести необходимые документы. Агитировать через средства массовой информации будет разрешено с 16 августа. Максим Васильев, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывка.